Приветствую вас! Начнём мы, пожалуй, с того, что заметим, значит, что работа для вас имеет, ну, достаточно важное и серьёзное значение. То есть работа для вас это прямо вот что-то, что занимает серьёзное место в вашей жизни. И в первую очередь, что нужно сделать, это разобраться с тем, как вы пришли к этой работе. Ну, то есть, нравится она вам, да, вот вы говорите, что вы хорошо разбираетесь, это понятно, что вы хорошо разбираетесь, а помимо этого, помимо того, что вы разбираетесь в работе ещё есть что-то. То есть, я имею ввиду, получается ли вы удовольствие от неё, ну, от работы, или не получаете удовольствие от работы. Вот, если не получаете удовольствие от работы, то, соответственно, по какой причине, вот, вы, ну, не получаете удовольствие от работы. Вот. И так далее. То есть субъективная сторона вашей работы требует прояснения. Дальше. Следующий аспект заключается в том, как вы пишете, что общий стаж 3 года на одном месте. Ну, опять же, хорошо ли для вас, что вот у вас такой стаж? Да. То есть, нравится ли вам, что вы 3 года были на одном месте, у вас ничего не менялось по сути? Вот. Насколько вас это устраивало, насколько вам это нравится и так далее. Вот. Ну, на мой взгляд, это тоже очень важный момент, чем продиктовано то, что вы 3 года на одном месте работаете. Правильно. Дальше. Вы пишете, что, значит, первый год работы меня устраивала моя заработная плата, при том, что она была ей достаточно маленькой. Ну, я так понимаю, что здесь у вас имеет место быть, скажем так, становление как профессионала, да? То есть, ну, если вначале вы считали, что высокая оплата труда вам как бы не полагается, потому что, ну, вы мало ещё работали, да? И что, у вас нет опыта, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То дальше уже эта позиция стала вас не устраивать, перестала вас устраивать. Вот. Вам захотелось чего-то большего, а большего получить вы не смогли. Потому что работодателя на тот момент уже устраивало полностью, что вы вот получаете такую УЗП и как бы больше вам платить не нужно. Вот. Я бы сказал, что здесь имеет место быть определённая безответственность ваша по отношению к себе, потому что карьерный рост, да, это исключительно ваша работа. Это не забота работодатства. Понимаете? Вот. Это забота именно ваша, и только ваша. И кроме вас, как бы, беспокоиться о карьерном росте, о повышении заработного труда никто не может и не должен. В общем, вы же, в свою очередь, получается, что ждали, ждали, когда вас, грубо говоря, ну, заметят, когда вас, грубо говоря, поймут, когда вас оценят наконец по достоинству. А здесь уже явно отсутствие, с одной стороны, привычки просить, да, то есть, ну, вы не бросите то, что вам нужно. Не привыкли вы говорить о своих желаниях, допустим, допустим. Ещё раз повторяю, да, допустим. Вот. И с другой стороны, это, конечно, недооценка себя. То есть, совершенно очевидно, что вы себя, ну, недооценка, совершенно очевидно, что вы себя, ну, не считаете, ну, возможным для себя, ну, факт повышения зарплат. Вот. Хотя, 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 это очень важно, это нормально, это логично, естественно, и правильно. Вот. Это здесь самооценка. Дальше идём. Так, я мирилась с этим в печатевых, очень долго, мирилась с этим. А, ну, чего вы с этим мирились? Где? Вот, именно вы, а, с какой целью, а, мирились с этим, с этим, вот. Ну, как вот, вы говорите, да, что я с этим мирил, зачем? А, чего-то ожидали вы, а, на что-то вы рассчитывали. А, чего-то вы хотели, а, значит, значит, а, что-то было для вас, ну, как бы интересно, важно в этом. Вот, или что? Для чего вы мирились? Конкретно, вот, для чего вы мирились, зачем вы мирились? Понимаете ли вы, а, что это значит? То-то, что вы расписались, ну, в собственной, значит, неуверенности, в том, что за работу нужно, там, требовать соответствующей нам länger. А класс, например, и так далее. Радичиво, Мериль. На сегодняшний день есть угроза того, что организация временно прекратит работу, тем самым откладывая возможность карьерного роста и увеличения зарплаты. Понимаете, вот опять же, какая история. То, что если вы... Если вы занимаетесь деятельностью сами, то есть, ну, просто самостоятельно занимаетесь деятельностью. Вот. Любой. Да, то есть, неважно на самом деле, какой именно. Просто вы занимаетесь деятельностью. То для вас, в первую очередь, наверное, будет важно, чтобы именно деятельностью вы занимались. То есть, неважно где. Вот. Я могу допустить, что имеет значение, там, ну, допустим, какая-то цена, да? Вот. Цена вопроса, безусловно, значение имеет. Но не имеет значение места, где вы работаете. А вот судя по тому, что вы написали, я, к сожалению, могу констатировать, что все-таки такое значение имеет место быть. То есть, вы опять же здесь, как бы, ждете от организации, да, что она защитит ваши права. Вот. Не защитит. Не защитит. Потому что это ваша ответственность. Так, мне, как и любому человеку, хочется получить хорошую зарплату, получать хорошего. Вам хочется получать хорошую зарплату, это здорово. Что конкретно вы сделали ранее, для того, чтобы эту зарплату получать? То есть, три года. Три года это срок большой. Достаточно. Вот. Что вы делали? Для того, чтобы, вот, у вас ранее была более высокая зарплата. Я боюсь уйти с этой работы и перейти в новую организацию. Чего боитесь? Боюсь, что я не справлюсь, или не найду хорошо оплачиваемую работу, и буду получать копейки. Смотрите. То, что вы боитесь, что не справитесь, означает, что вы берете на себя слишком много. То есть, здесь нужно, как бы, границей, вот, своей ответственности. То, что вы говорите, не найду хорошо оплачиваемую работу, и буду получать копейку, это снова недооценка себя, обесценивание себя. То есть, деструктивная критика по отношению к себе, в адрес себя. Так, источники формы этой критики нужно исследовать и корректировать. Боюсь, что не подойду, или не понравлюсь работодателю. Здесь вам, мне кажется, проще не понравиться кому-либо, то есть, например, работодателю проще не понравиться. И сказать, что, ну, все, я не понравился, типа, чего от меня вообще можно хотеть, чего от меня можно ждать, да, вот, я не понравился ему, вот, значит, ну, я пока, вот, что поделать. Вам проще, чем реально бороться за... точнее, не бороться даже, а просто раскрыть свой профессионализм. То есть, понимаете, здесь идет сверхмотивация, то есть, вы через работодателя пытаетесь что-то реализовать такое, не относящееся, на первый взгляд, вообще к работе. Вашей. От слова совсем. Ладно. Вот и все. Вопрос, что? Как мне собраться с силами и начать искать и ходить на собеседование? Ну, соответственно, работать за страхами, я полагаю. Вот. Определить, что для вас есть работа, какое значение вы на чем-то уделяете работе, какое значение для вас представляет работа. И так далее. И так далее. Только так. По-другому, на самом деле, вариантов нет. Больше. Можно сказать, что силы ваши что-то отнимают. Да? Ну, просто ваши силы, да, что-то отнимают. Можно сказать так. Так. Но что именно отнимают силы у вас, нужно исследовать. Потому что пока непонятно. Поэтому, как мне собраться с силами и начать ходить на собеседование на этот вопрос? Можно ответить так. Определить, что эти силы расходуют. Без вашего ведома. Дальше, дальше, по ходу дел уже будут раскрываться определенные обробности, которые помогут установить картины и после этого соответственно потихонечку-потихонечку менять ваше представление о том, какая вы, какая ваша работа, что она представляет для вас работу, я имею ввиду, что вы представляете для работы, ну и так далее. Вот. Работу нужно разгрузить. Здесь. Разгрузить. Понятно? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...